В докладе много соавторов. Представлены результаты, разработанные в Институте ядерной физики совместно с ИТР-центром и, собственно, изготовителем керамики Вериалом. Институт ядерной физики в Новосибирске разрабатывает, интегрирует и затем изготовит 4 диагностических парта ИТР. Это экваториальный порт номер 11, три верхних, второй, седьмой и восьмой. Они смотрят прямо в горячую зону, здесь очень высокий радиационный фон. И наша задача обеспечить понижение радиационного фона, чтобы могли работать диагностики, а также через какое-то время после остановки реактора, чтобы люди могли заходить и работать с этим оборудованием. Значит, на первой стенке радиационный фон в районе 10-14 нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Нам нужно обеспечить в околопортовом пространстве где-то 10-7 и, соответственно, за биологической стенкой, за биологической защитой уже 10-5. Ну и одно из самых жестких требований для нас оказалось не сам потоп подавить, а сделать так, чтобы через 12 дней после остановки реактора сюда могли заходить люди и что-то делать с оборудованием. Это оказалось одно из самых жестких требований. Значит, в 2013 году наш институт подключился к этим работам. К этому времени центральная команда разработала концептуальный проект диагностических защитных модулей, которые просто представляли собой металлические конструкции, в которых были большое количество пустот и, соответственно, прямолинейные каналы для диагностик. И металлические расчеты показали, что в этом случае конструкция на два порядка не позволяет... Остаточный уровень радиации на два порядка выше, чем требуется в Project Requirements, и, соответственно, это все не удовлетворяет. Требуется полностью переделать конструкцию. Значит, одновременно институт ядерной физики, и американцы и центральная команда ЭТР предложили использовать материал карбид-бора для нейтронной защиты, но также ЭТР провел исследование, какие материалы вообще хорошо подойдут при фиксированной массе для защиты в диагностических защитных портах. Соответственно, куча материалов была рассчитана. Очень хорошо работает железоводная защита, собственно, что используется в обычных реакторах деления. В случае ЭТР мы не можем использовать большое количество воды в портах. Здесь упирается во французское ядерное регулирование, приказ ESPN, очень сильно нас ограничивает в количестве используемой воды. Этот путь нам недоступен. Соответственно, также есть хорошие материалы, всевозможные пластики и прочее, но нужно, чтобы они работали в условиях вакуума ЭТР, и, соответственно, из всего этого многообразия, на самом деле, сразу еще в 2013 году сделали вывод, что, скорее всего, оптимальный вариант это будет использование карбид-бора. Осталось только подтвердить, что, собственно, этот материал можно использовать. Когда ЭТР начали проектировать, не предполагалось, что в камере ЭТР, в принципе, будет эта керамика. Соответственно, в ходе кучи модернизаций был создан совместно с центральной командой ЭТР так называемый модульный дизайн, который сейчас является основой дизайна практически всех портов, кроме европейских. И он заключается в том, что есть диагностические защиты модуля, у которых есть рама водоохлаждаемая, и установлены большое количество блоков карбид-бора на специальные защитные кассеты. Собственно, зачем это было сделано? Изначально, в 2013 году, мы предложили засыпать карбид-бора, порошок в коробки, и, соответственно, обкладывать этими коробками все выемки вокруг диагностик. Однако, вакуумная группа ЭТР резко против БА, это так называемые тропьют-волюм формируют, и, соответственно, нам запретили такой подход. После этого было предложено использовать максимально дешевые блоки карбид-бора, просто уложенные в металлическую сетку. Они не прошли по одному важному критерию в режиме бейтинг, в режиме прогрева вакуумной камеры перед экспериментами. Все элементы конструкции должны нагреться до 180 градусов. Оказалось, что просто карбид-бор, уложенный в металлические сетки, не удовлетворяет этим требованиям, теплопроводности не хватает. Пришлось разработать вот такую достаточно сложную конструкцию, где треи крепятся на блейды, и, соответственно, в некоторых местах делается специальное усиление, чтобы улучшить тепловой контакт. То есть самую большую проблему для нас составляет не нейтронный поток, а очень странные требования ИТР к режиму прогрева. Режимы прогрева будут всего раз 20 проводиться за всю работу ИТР, и там в течение двух суток нужно прогреть все элементы минимум до 180 градусов. Зачем сделано такое жесткое требование, непонятно, но приходится работать как заказчик изволит. Соответственно, если расположить большое количество керамики карбидо-бора в портах, то требования ИТР по обеспечению осадочной радиации, это Shutdowns Donor и CSDR, можно удовлетворить. Здесь как раз вот белой линией показано 100 микрозиверчас, который требуется после 12 дней после остановки реактора, и видно, что в практически всех зонах, в околопортовом пространстве, это вот здесь, эти требования вполне можно удовлетворить. И самую главную проблему, собственно, не нейтронный поток составляет со стороны нашего порт-плага, а переток нейтронов и гамма-квантов со стороны соседних зон. То есть тут проблема не в том, что порт-плаг плохо спроектирован, а в том, что ИТР в целом плохо спроектирован с точки зрения нейтронной защиты. Значит, упоминались уже европейские порты, они пошли по другому дизайну. Соответственно, они используют наш дизайн 2013 года, когда вокруг диагностик располагаются боксы металлические, в которых заложены пилеты. Собственно, исходное предложение было американцами сделано, но затем также мы его хотели использовать. Соответственно, по нашим представлениям, в этом случае в режиме бейкинга нельзя удовлетворить требования дизайн рекламент и, соответственно, обеспечить температуру более 180 градусов. Ну, это наше мнение. Соответственно, европейцы утверждают, что у них все прошло, но расчеты мы вам не покажем. Соответственно, то, что это требование можно удовлетворить в вакууме, где нет никакой теплопроводности, и температура воды плавно поднимается с комнатной до 200 в течение более суток. Теплопроводность излучения мотосигма Т4, когда Т очень низкая, то никакой теплопроводности нет. Поэтому веры никакой нет в то, что можно поднять температуру пилет до такой температуры. Так или иначе, европейцы продолжают настаивать, что будут использовать этот дизайн. Значит, вернемся к нашим работам. Мы связались со всеми производителями карбидобора, которые были в России. Верял Санкт-Петербург, Новосибирск, Новосибирск, Бифорс. Сейчас он входит концерн Калашникова в Твери. И, соответственно, получили от них как исходных порошок, из которых изготавливают керамику, так и керамику, изготовленную по разным технологиям. Технологий несколько. Это свободно спеченная керамика, самая дешевая. И одна из самых чистых. Далее горячепрессованная, которая используется в броне, то есть в бронежилетах. Минус. Она замечательная по своим свойствам. У них есть только один минус. Она экстремально дорогая. И еще есть третий тип керамики, который нам, впрочем, неплохо бы подошел. Это реакционно связанная, где большое количество кремния используется в качестве связки. То есть ее можно называть не керамикой, а стеклом, в принципе. Но у нее выше плотность. В портах, которые мы интегрируем, очень большое, очень жесткое ограничение по весу. Поэтому для нас очень важно, чтобы у керамики была небольшая плотность, и там было максимальное количество бора по сравнению с другими элементами. То есть кремний в вакуумной камере использовать можно, запретов нет. Но, соответственно, общее мнение, что крайне желательно, чтобы у этой керамики 99% по химсоставу было из карбидобора. Но прямых запретов, повторюсь, использовать кремний в вакуумной камере нет. Соответственно, сейчас дизайн с 2020 года находится в этой стадии. Утверждены чертежи карбидобора, которые представляют собой кубики с вырезом центральным. Их достаточно сложно изготавливать, но, тем не менее, ИТР настаивает, чтобы дизайн был именно такой. В экваториальном порту 11 будет располагаться почти тысяча кассет, в которых будет суммарно 40 тысяч этих блоков. При цене блока там почти 6 тысяч за единицу. То есть достаточно дорогое удовольствие. Но в случае горячей прессойной керамики это стоило бы еще на порядок больше. Значит, суммарная площадь этой керамики только в экваториальном порту 11 получается 400 квадратных метров. Это создает дополнительную вакуумную нагрузку на вакуумные системы. И с учетом того, что при проектировании вообще площадь одного экваториального порта, при концептуальном проектировании, была оценена всего в 100 метров. Поэтому требования вакуумные после длительного обсуждения с вакуумной группой были сильно ужесточены. И для керамики была разработана совместно с центральной командой RFDA и ЯФА. Была разработана спецификация, которая утверждена. Согласно которой требования по газовыделению от керамики в 10 раз жестче, чем какому-либо иному материалу в вакуумный коммеритор. То есть в вакуумный коммеритор любые материалы по водороду должны выделять не более 10 минус 7 паскальметр кубический в секунду с квадратного метра при температуре 100 градусов. И вот, соответственно, для керамики требования в 10 раз жестче. Это очень жесткое требование. Но буквально другие конструкционные материалы, из которых диагностики и сама вакуумная камера сделана, им не удовлетворяют, как правило. Тем не менее, предварительные тесты, которые мы проводили, показали, что эта керамика может проходить эти тесты, но на грани. И из-за того, что требуется использовать очень много керамики, то было предложено провести очень достоверные тесты. То есть все тесты, кроме этого, в базе IDM не являются достоверными, потому что газовыделение от тестовых образцов многократно меньше, чем газовыделение от самой вакуумной камеры. А мы должны выделять одно на фоне другого. И, соответственно, согласно рекомендациям в интервакуум-хендбок, газовыделение от образцов должно в 10 раз превышать газовыделение камеры. В этом случае тест считается достоверным. Так вот, ни один другой, кроме нашего теста, в базе IDM не считается достоверным по этому критерию. В том числе все тесты, проведенные самоорганизацией. Для тестов использовалось большое количество образцов. Суммарная площадь 4,5 квадратных метра. Эти результаты уже представлялись. Соответственно, тесты были богополучно пройдены. Образцы 2,5 года находились в вакууме, не вытаскивались и регулярно проводились измерения. Ну и, соответственно, было показано, что за 2,5 года в вакууме удельное газовыделение падает в 5 раз до совсем смешных параметров 2 на 10 минус 9. Еще раз обратим внимание, на вот стандартном итеровском листе отчета о газовыделении в области соответствует критериям стоит ЕС. Собственно, больше практически нигде такого вы не увидите. Значит, далее спецификация накладывает жесткие ограничения еще на типовые свойства. Типовые свойства были измерены, данные представлены Вериалом. Достаточно хорошо керамика в них попадает. Почему я это упоминаю? Потому что, например, индийцы очень сильно хотят провести свою керамику для использования в Этере. И, например, по типловым свойствам, по коэффициенту линейного расширения, индийская керамика совершенно не удовлетворяет требованиям спецификации. Ни под каким соусом. Дальше. Большой вопрос всегда, который нам задают на защитах, это будет ли все это трескаться. Соответственно, нейтронный поток в портах посчитан. Типично керамика карбида-бора будет находиться в потоках на уровне 10,9 и 10,11 нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. В Яфе есть ускорительный источник нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии разработанный. И, соответственно, за три часа работы он моделирует нейтронный поток, соответствующий на быстрых нейтронах, соответствующий разряду ИТР. Эксперименты эти были проведены, была измерена остаточная активация, показано, что она очень быстро спадает. Результаты эти были представлены. То есть с керамикой все хорошо, примесей практически нет. Примеси марганца, которые светят, составляют на уровне 10,2%, то есть находятся в допустимых пределах. Значит, второе, как можно оценить, будет ли трескаться керамика или нет, это оценить наработку гелия, который, собственно, приводит к разбуханию керамики и ее последующему тресканию. Значит, это все было в нейтронных расчетах посчитано. Значит, в первом сам напряженном ряду керамики выделяется где-то 10,18 атомов гелия на кубический сантиметр при потности керамики 10,23. То есть мы получаем всего лишь 10,5 гелия на количество B4C. И, соответственно, по данным с быстрых нейтронов мы видим, что вероятность того, что образцы разбухнут, пренебрежимо мала. То есть для первого ряда керамики разбухание составляет 0,3,035%. То есть, ну, в общем, абсолютно пренебрежимо. Но, соответственно, все равно были проведены эксперименты на БНЗТ. Они и без нас их планировали. Значит, на БНЗТ проводились эксперименты длительные. В течение месяца получались кабели по заказу ЦРН для того, чтобы проверить, как кабели стойки к нейтронным потокам. Ну и, соответственно, мы подсунули свои образцы. И они также прошли эти все испытания. Набранный флюенс 10,14 нейтронов на сантиметр квадратный соответствует от 2 до 200 выстрелам ЭТР. В зависимости от того, в каком ряду стоит блок. И, соответственно, ни один блок не треснул. Ну и, соответственно, механическая прочность снизилась на 15%. То есть керамику вполне можно использовать. Серийная керамика производится в Санкт-Петербурге на ООО «Веряу». Изготовлено уже более 50 тысяч блоков. Этого достаточно для экваториального порта 11 и для верхнего порта номер 7. Сейчас, в этом году, начнем изготовление для верхнего порта номер 2. И, соответственно, была проведена уже серийная партия вакуумных тестов, которые показали, что все проходит. Значит, что у нас с конкурентами. В базе EDM некоторое количество есть тестов керамики. В основном она почти вся из Индии. Это поставщик... Ладно, я не буду называть, как он неправильно произнесу. Значит, все их тесты не проходят. То есть в базе EDM можно найти порядка пяти тестов индийской керамики. Вся она не проходит по водороду. Значит, также есть неведомый поставщик, который вроде как европейский. Тесты, которые прошли, проведены были по заказу центральной команды. Соответственно, он не прошел по газовыделению примесей. То есть здесь водородный пик составляет маленькую долю от примесей. Соответственно, примесей очень много. А к примесям требования 10 минус 9. Вот оно. И, соответственно, видно, что по примесям он не проходит. Ну и, соответственно, сама организация E-TUR поставила, что эта керамика не соответствует. То есть кроме российской, сделанной вереалом, больше никакая керамика в мире на данный момент требования E-TUR не соответствует. Вопросы? 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 Продолжение следует...